Серый, Серога, поджиму именно я, я еще такой молодой. Да, братишка, это тебя, конечно, угоразило. Я вообще думал, что это просто учение, понимаешь? Серый, когда этот ад и ужас закончатся, зайди к моей жене, она в Барановичах живет, передай ей, что я ее очень люблю. Все будет нормально, сам встретишься, сам передашь. Красивая она у тебя, конечно. Ты это, что, кстати, за живот-то держишься? Зацепила крепко, да? Там не зацепила, там прямое попадание. Бабка эта сволочь. Она не грибочки, а какую-то отраву пронесла. Так кишки крутит, что просто капец. Слушай, Дик, что это получается? Ты свой тушняк не будешь, правильно? Не. Так тогда я захаваю, слушай. Хавай, хавай, Серый. Все равно дела тут нет. Хавай, белорусский, хороший тушняк. У вас так и не продается в России. Спасибо, братишка. Ха, честь, панове. Что жарт? Жарт, панове, жарт. Ни хрена себе, поляк, а что ты тут делаешь? А то, слушайте, панове, я бачу по телевизии, бяворусской телевизии, как доброе, душе доброе, жить в Беларуси. И файно, и доброе. Я, я хотел бы, хотел бы застаться тут. Тут застаться я хотел бы. Ты дебил, иди отсюда, кому ты веришь? Иди, пока военные тебя не заметили. Панове, панове, не треба так, не треба. Ось, может, хотел бы покаштовать нашу водку? А? Ты так бы сразу и сказала, что ты на своем мяукаешь, ничего не понятно абсолютно, да? Чего? Ну, брат, получается, тогда мы тебе подарим вот белорусский тушничок, вкусный, качественный, забирай. Это самое спасибо за подгончик, как говорится, спасибо. Слухайте, панове, панове, слушайте. Такой тушенки нема в бедронке. Денькую, бардзо, бардзо денькую. Э, Поляк, ты пистик забыл? Я вот вообще не понимаю, я сижу дома, а вы пуляете, 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 и все же загремели, мужик мой взял ушок. Гражданочка, гражданочка, послушайте сюда внимательно. Дело в том, что мы тут не просто пуляем, а мы исполняем свой служебный и в чем-то даже, можно сказать, святой долг по защите одной шустой суши от этого нападения империалистического, этого гейского запада. И хочу вам сказать, что НАТО не пройдет. А если пройдет, я вам хочу сказать, что тогда у них ничего не получится, потому что у нас боевой дух всегда на высочайшем уровне. Ой, я вас... Ой, деточки мои, а я аж ругаться с вами пришла. Не, конечно же я ругаться не буду, я же покушать вам тогда дам. Вот, с куста, все, все свое, грибочки. Бабуля, грибочки мы не будем. Бабуля, кстати, вы отнесите грибочки знаете куда? Вот туда, в секретный штаб, там есть у нас командир, он их под самогоночку очень любит. Да, вы там вот в секретный штаб, долбоносого спросите и ему передайте. Долбоносый. Да. Ой же ж, хорошие люди такие, про начальство думают, начальство... Женщинка, вот туда. Вот туда? Туда. Туда. Ой, начальство покушает. Рога, а где эта фотография моей жены, что-то мне попустило уже это? Ура, ура, ура! За доблестное и образцовое выполнение поставленных оперативных задач, хранение идеалов воинского долга и верности присяге, рядовой Кондраков и младший сержант Михтахтович награждаются орденом дружбы народа в первой степени. Служу Российской Федерации! Ладно, нормально, молодцы, сынки. Так. Короче, вот это вот все, вот это вам, сами там распределите между собой. Только оставьте немножко места там для остальных наград. Все-таки же сегодня первый день, поэтому смотрите аккуратно там. А вот это... Бабка, бабка, черт, черт. Ты видел, он целую банку съел почти. Короче, в ближайшую неделю награждения точно не будет. Так что давай, выбирай, только дай мне покрасивее, чтобы я сфоткался, мамке отправил. Ты можешь как у Брежнева, можем вообще все зависеть. Не-не-не, он же говорит, оставь место, чтобы первый день учения еще. Давай. Витаем вас сябры у эфира «Хайтак ТВ». С вами Михаил, Денис и Катярина. Поехали. Предлагаю начать с одной красивой цитаты. Александр Лукашенко. Александр Лукашенко в ответ на угрозы Запада, о санкциях и обо всем подобном. сказал следующее. Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Сам своим ртом Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что хуже уже в Беларуси не может быть. А они стараются. Они раскачивают и лязгают. А Беларусь никуда не просила возле этой фразы, типа «сделай мне хорошо». Да. А Беларусь не про это. «Сделай мне плохо». «Сделай мне плохо». Давай, трошкише. «Покурим» и «сделай еще пол еще». А дальше продолжение этой фразы. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, то вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поставьте нас на грань пропасти, а мы знаем, что санкции нам помогают. Поэтому, стоя на грани пропасти, мы сделаем большой шаг вперед. Уверены. Уверены большой шаг вперед благодаря тем самым санкциям, которым призывать нельзя. Ух ты. Мы взяли. Ух ты. Забыл ты всех. Это гучится, как текст металевого гурта некого. Разбежавшись, прыгну со скалы. Прыгну со скалы, да, шаг пропасти. И буди мне еще горш, и хорошо. И ты будешь плакать, что ты меня кинула. На зло всем мушь отморожу. Дружно выживаю аэропорт Дрозды. Аэропорт Дрозды. Дрозды не спите. Нам нужен срочно, нужен срочно до запрата. До заправлятор. До заправлятор. У нас керосин заканчивается. Нам нужен аэродроуд. Мы пекем. Значит так, я пригласил вас сюда, чтобы вам сообщить новость. Если кто-то забыл, я напомню, что вы являетесь ведущими, прости господи, специалистами белой аэронавигации. А ИКАО опубликовал отчет о посадке самолета Райан-Эйр. Значит нам нужно дать асимметричный ответ. Так сказать, свою версию происходящего там. Значит я слушаю ваши варианты. Давай, Валера. Игорь Николаевич, позвольте мне как старшему пилоту начать сие повествование. В общем, проблемы начались еще до момента взлета этого самолета. Значит, серое землетрясение, которое произошло вот буквально радужком недалеко, она вызвала огромный, огромный селевой поток, который практически был готов снести с лица земли целый градообразующий нефтеперерабатывающий завод. И он все-таки это сделал, этот селевый поток, он даже его снес, он загорелся и нефтепродукты, которые воспламенились в результате этого столкновения селевого потока и этого нефтеперерабатывающего завода, они направили все свои усилия для того, чтобы снести аэропорт Минск-1 и все самолеты, которые взяты в лизинг. Валера, 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 ты идиот? Валер. Нет. Зачем ты мне пересказываешь сюжет фильма «Экипаж»? Там актеры классно играли, мне так нравился, который этот главный был. Виталик, давай ты. Ну, есть еще одна версия. Четыре пилота, четыре было. И они летели в Бахрейн. Не Бахрейн, там другой был город. Баграм. Баграм, в Баграм. Летели в Баграм и везли патроны, много патронов, боеприпасы везли. Целый самолет. Да. А их захватили эти чеченцы, не чеченцы, а афганцы. Талибанцы. Захватили и посадили их прямо в яму глубоко. А в этой яме пить им не давали целый год. А потом они выбрались оттуда, угнали самолет и улетели. Латик. Ага. Виталик, ты тоже идиот, да? Вот вы оба, идиот и идиот, да? Зачем ты мне рассказываешь сюжет фильма «Кандагар»? А я его два раза смотрел, хороший фильм. Я вам серьезно говорю, мне нужна хоть одна адекватная версия происходящего. Игорь Николаевич, позвольте, я как старший пилот возьму эту ответственность на себя и озвучу эту версию. Значит, версия следующая. Значит, темно уже, половина первого. Семь тысяч над землей. Нету сна. Та-та-та-та. Ты далеко от меня. Я забиленной другого дня. И мы с тобой опять не можем садить. Кто-нибудь может мне сказать хоть одну какую-нибудь нормальную версию? Есть нормальная версия? Есть, есть, есть. Стюардесса по имени Жанна. Ты любила меня, целовала. Анимание земной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна. Хватит! Хватит! Вам что, здесь игрушки? Вы у меня не дождетесь. Вы получите у меня и в хвост, и в гриву. А ну быстро, не скажите версию какую-нибудь нормальную. Скажите мне вообще нормально, что там произошло? Ну, я скажу. Мы посадили самолет, потому что там был Протасевич. Да. А знаете, сидел, я помню, вот этот, в последнем хвосте я почти сидел. Протаскивай. Хвоста, ты, говорит, в хвост, и в гриву положил. А как садились? Тихо, 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 так не делай. Вы бы как садились только. Сразу садитесь, это полковник КГБ. И мы такой, ты такой, говорит, давай садись, я говорю, не буду, там полковник КГБ. А ты говоришь, у тебя это, так его. У меня сейчас не полковник, а это вот был. Пропагандисты обвинили ахову птушек батьковщины в шпионаже против России. Против России. Волонтеры организаций документировали все лесные дороги, наносили их на карту и сообщали американцам. А волонтеры какие? Птушек батьковщины. А, я думал, что волонтеры это сороки на хвосте. Это сексоты. Вороны, сороки, это уже сексоты, дроны и... Биодроны, биодроны. Это открытый биологический шпионаж. Так, то, когда летит некий там воробушек туда, приезжает и чирикает. У них поседжение такое. А чирикает как воробушек? Ну, Камиша, скажи. Чирик? Здравствуй, Слава Комиссаренко. А что они наносили на карту дороги? А что они наносили на дороги? Может, это были голуби? И они тогда, что они наносили на дорогу? Кто голуби наносит? А что они наносили на карту с полночной кореей? Так, е-е-е. Супер, класс. Закольцевали, да? Все, ой, арки сюжетные. С другой стороны, кстати, да, хороший вопрос. А зачем, собственно говоря, дороги наносить на карту и отдавать им американцам? Правильных обвинователей, да. А это как, знаете, вот эти лесные братья, лесные партизаны разложил на пеньке карту, послюнявил карандашик, поставил крестик, вот здесь дорога. В это время над тобой летают спутники, смотрят, и спутники думают, ну дебилы, ну дебилы. То есть, вот, оно же все вот так вот, здесь сверху, до последнего муравья видно. Нет, муравьи, муравьи. А у нас есть пункт, а ховы муравьев? Нет, пакуля, ховы так само треба их поглядеть. Может, так само их. Ты хочешь его так само закрыть? Ну, что я? Як я могу? Ну, але мураши так само, они ж далеко могут, куды кому заповзти и потом рассказать, что у кого делать. Вот чего он опять к нам приехал. Только заразу разносит. Я еще от его прошлого раза не выздоровел. Ленадич, слушай, а давай ты первый пойдешь, а? Та не, куда, я уже с утра у него был. Ну давай. Дай хоть немножко отдохнуть. Слушай, ну ты хоть нормальной вакциной привитый, тебя вроде как пронесло. Да? Пронесло? О, как у тебя конъюнктивит воспалился? Да какой конъюнктивит? Это фингал. Ляпнул меня по лесу два раза за то, что я, по его мнению, сказал что-то не то. Два раза? Два раза. Мужики. Мужики, бит есть? Есть. Держи. Что? Что? Что случилось? Что такое? Что случилось? Я сделал, как вы мне сказали. Проявился всеми вакцинами, которые только существуют на этой земле. Значит, попшикался этим санитайзером перед визитом к нему, как вы тоже учили во все места. И что? Значит, перед отходами с дома котенка погладил, значит, зашел туда в кабинет, а там эта дзивируга, эта тумка, этот шпиц, учуял запах кошачины и со всего разгона этим своим весом на меня, как набросился, повалил меня на спину и укусил меня за руку. Тихо, держись, держись. Геннадьевич, давай ты первый пойдешь, я тебя прошу, Христа Богом прошу. Геннадьевич, давай ты пойдешь, первый, пожалуйста. О, а ну, высылает. Нет. Погнали. Я жду тебя, Джонка. А у тебя еще так не делаешь. Прошу, прошу, давай. А до нас у гостя завита у ведомой белорусский фоторепортер, тут баевец, Вадим Замировский. Вадим, витаем тебе. Привитание. Як ты? Добро, дякую, а вы? Нормально. Ты, гэта уже больше за полугады, як ты з'ехал з Беларуси, так? Так, у травні. У травні. Чому Киев? Треба было пранять решение, гэта худка. И я веду, што вся наша команда едзе сюды, таму Киеву. Каманда тут баю? Так. Всех, кто застаўся. А як худка? Неколькі дзён, на колькі махчыма було хутка з'ехаць пасля 18 травня, калі до нас приўшли. Тобок, ўсе тые, хто застаўся на свабодзе, вы разам пасутнасті і пераехали? Ну, не все, все. Єс людзі, які застаўцца зараз ў Геларусі, але... А чым ты зараз займаешся? Зараз я, можна сказаць, фрилансер. Гэта чылэк, які займаецца всім і завсёд. А я хачу паведамець судонную на віну. Недаўна ў Вадзіма, на койкі я ведаю, здаралася папаўненні ў сім'і, праўліна? К тебе нарадзілася дачка. Дачка. Літерайна некаўкі дзён таму. Уже ў Киеві? Ні, яны ў Мінску. Яны ў вернулись ў Мінск. А як назвалі? Стефанія. Ухты! І сын Ян. І сын Ян. У мене так сама! Сын Ян і дачка Стефанія. Так што? Даваў звернімся ў 2020 год. Жнивин Верасінь. Ты знаходзіўся ў тыі часы ў самым центры падзей. Ты працаваў як фоторепартер. Так. Што ты бачуў? Што ты як фоторепартер бачуў тады? Калі адказаць каротка, то фактична все. Ну, табак от самих выборов, регистрація кандидата, да, всех акцій, всех разгонов. Табак мы бали пов Сюль. Ты гадав ўсё фотографавал? Конечно. Мы, я кажу про всю нашу фотослужбу, ба нас аж пять человек було. Четыре фотографа і фоторедактор. А не было страшно? Слухайте, ну... Атчуваць страх, ну, нармальна. Калі побыч з табе, разрываюцца там гранаты, да? Гэта, ну, нармальна з'ява. Напавна, не плахой журналіст, які не атчувае кэтага страху, да? Але маюча ўжо некі досвід такой працы, ты, в общем, атчуваеш сябе нармальна. Табак ты ведаеш, як поводяцца, што рабіць, каб не трапіць ў некію неприемную ситуацію. Я пам'ятаю, ў тебе былі здымкі праўладнага мітынгу, вот на які з'яжжалася цэлая куча аутобуса, туды, вот, приходзілі гэтай людзі з раздрукованымі лозунгами, червоно-зелёными стяжками. Якая там была атмосфера? Накойкі она адрознівалася ад маршау? Так, гэта было шастнадцатага жнівня, да? Ну, троху нервовая была атмосфера, і, мабыць, на мне не было написано, да, што я там фотограф тудбай, але нек людзі не вельмі пряазна ставіліся. Засланный чалавек. У той же дзень, калі людзі вышлі на мітынг супрыць, то там была, канешні, зусім іншы атмосфера. Гэта было як свята. А раскажи, калі ласка, пра сваю, як это называецца? Як называецца? Па-беларуску байка. Байка? Тутбайка. Тутбайка. Гэта тутбайка. Во всем віноват тутбайк. Во всем віноват, да. А заронак? Да, ну тут тэльвізор бачыць ёт. А што там с цякае? Мёд? Мёд? Да. Мёд. Будзім лічыць, што гэта мёд. А это ў вас ва усіх? Это такая карпаратывная была адёжка? Адной чы, калі тэбі затрымалі, і адвезлі, адвялі ў гэты як... По сторонак? Мінібус. Мінібус. Тэбі ўжі ў жилеткі. У тэбі был бэдж. Прэсса. 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 А лэш, тэбі ўсё ровна затрымалі, і потым, калі амоновцы дазналіся, што ты студбаю, яны так адразу і казалі, што ж ты нам сразу не сказал, што ты студбая? Такім чына можна сказаць, што ставління амоновцыў да тудбая тады яшчы, было не як такой добрая. Ну, добрая. Яно не было добрым, ніколі, но яно пагаршалася, канешні, паступова. Я... Гэта было на пачатку верасна здаецца, то есть гэта історая, а 9-га жніўня на мстэлі, калі я працаваў, я памятаю, што я сышо ад першых хвалі атаки, і апанулся, ну так, мович, ў тыле сэловяков, і я просто пайшоў даганяць, ну, партастоуццаў, мене спынілі некі сэловякі, амоновцы, мабыць, запыталі, хто, што, я паказал документы, сказалі, сказалі, іди калі ласкаў, типа... Ані сказалі, ой, мы чытаем тут бай, пастакі класны партал. Так не сказалі, але, ну, в принципу, 9-га жніўня, шэ, ну, працавала так. Тут бай был, был тут бай, был автортэт. Аль гэта не уратавала сэбе, на койке ведаю, табе прышлась крышку пасадзець. 15 сотню? Так. Ну, так. Дзе ти садзеў? Спачатку на Крэстяну, потам у Барановичу. Барановичу. А можа быць, былі нікі размовы парфілактичны с тобою, типу, ну, што ж вы прадзеце? Я ще да суду нас всіх завіли в ніку актовую залю, і стали паказаваць нам фільм, ну, якшал, такого, вот, такого, бэты, атакого. Яны нават не паддумалі пра тое, што там сирот гэтых людзей, тры журналісты, і мы просто сідзелі і сміялісь так вот, таму, што гэта бала, ну, сапраудды гэта бала смешна. А пра што був фільм? Ну, пра тое, што, ай-яй-яй, все куплено, ну, гэтак далі. А з якім пачыцьом ти зараз переглядаеш ўласныя здымкі? Гэта горыч, гэта боль, гэта равнадуша, гэта гордасць, што керуе? Ну, а май все, што тапер лічула, крамя равнадуши, ну, канешне, гэта не можу не выхваляваць, ні, гэта, ну, все гэты епатей. Дарашэ, часам падаецца, што все, што было, гэта трохи такі був сон, ці нешто нереальне, і вось фотографі мінавіта дазваляюць, а чу, што гэта все было, было на самарайч. Можа быць будзі ніякая гэта выставы, агульная ідея, може яна уже ёсць? Скалдана адказаць зараз, бо, ну, на самарай справе, було даволіш, ну, шмат выстав, і ў Києві была выстава, і ў шмат лікіх гарадах, навад до Бразілії даяхалі. Ага. Ухты. Асабісто ты ці твоя здымкі? Ні, здымкі, канешне. Не асабісто моє, але, ну, агульная выстава, нікольких фотографів. Вадим, дякую великий. Што ми можем пожедать Вадиму? Верить, надеї, любові, сподіву на те, што рано чи піздно ми усе вернемся до дому. Глава погранкомитета Белоруссії А. Лапо заявил, що не ісключає, що Польща може захватити білорусського пограничника. Польща захватить білорусського пограничника. Давайте представимо ту ситуацію. Польща захватила білорусського пограничника. Давайте розіграєте. І що? І? Давайте. Я Польща. Откільки ли тебе електарок? Господи. Я подготовился. Господи. Што я? Пшерасказувай. Пшерасказувай все. Все розказувати. Я хочу зробити те, що я хочу зробити. Тьфу. Што він зробив? Я театрально плюну тобі у твар. А, чекаєш, білорусський пограничник. Я театрально плюну тебе в лицо. Пшевоєнная тайна. Пшевоєнну тайну розказувай. Не понимаю я, по-вашому. Расказувач. Расказувач пшевоєнна тайна. Вы нам еще за Севастополь ответите. Мы за Севастополь, Польша. За Севастополь. Михуил пшевоєнная тайна розказувач. Расказувач. Что? Твою шматю назову допонарейка. Еще попросите у нас из нашей АЭС капельку электричества в ладошку. О, варшавский вылюдок. Краснолюдка. Краснолюд. Порхатая. Что, мы не видели ваших птиц, которые летели над нашими границами и все, выведывали, вынюхивали, под каждую нору заглядывали. Что? Мы всех, мы каждую сороку взяли за кадык. Стой, страна. Все, я не засмешиваю. Вот так. Симпобедиши. Вот на такой развеселой и оптимистической ноте, дорогие друзья, мы сегодня с вами прощаемся. Как настоящие прощалыги. Пока. Все. Куль. Продолжение следует...